И Александр I, и Николай II прогуливались под кронами этих величественных дубов. Сегодня семью губернаторских деревьев пополнил еще один исторический родственник. Петровский дуб был презентован Ярославскому художественному музею в честь столетия от Русского музея в Петербурге. Молодой саженец – потомок дуба, высаженного Петром I в Петербурге. По легенде, сам царь помогал рабочим разводить деревья. Делал это не только в городе Неве, но и по всей стране. У этого сказания, правда, есть и совершенно практичная составляющая. Он построил город Санкт-Петербург в самой северной части России для крупных городов, как мы знаем. А там этих дубов не было вообще. Поэтому была необходимость сделать такие посадки для того, чтобы строить корабли. Понятно, не секрет, что сами корпуса кораблей строятся из дуба, из моренного дуба. И для того, чтобы в перспективе выстроить российский флот, дубы были необходимы. Поэтому у него был очень практичный такой интерес к насаждению этих дубовых рощ. Развитие дубовых рощ еще и с горстью родной петербургской земли было прописано даже в царском указе. По Государевым заветам русский музей продолжает традицию. И уже к 15-е двухвековым свидетелям императоров добавился и посаженный паснок главного реформатора российского престола. Городские парки – это часть городской культурной жизни. И Санкт-Петербург, который сегодня, собственно, такой прекрасный подарок нам совершил русский музей, дал возможность посадить историческое дерево и создать нам дополнительный туристический объект. Это вообще часть жизни городского населения, очень такая богатая. Туристу всегда интересно познакомиться с местными культурными особенностями. А сделать это можно будет уже в ночь музея. Ярославский художественный представит всю палитру культурных элементов своего богатого убранства. Будет рассказ об истории произведений, но вне традиционной формы. Экскурсия викторина, экскурсия диалог, новые материалы. В парке новые развлечения. Это и арт-трекинг, новое освоение парка с маршрутным листом, с призами и вопросами. Здесь будет арт-фитнес. Это новая активность губернаторского сада. Будет три сеанса арт-фитнеса. Мы пригласили мастера спорта по аэробике. И мы посмотрим, как пройдет это мероприятие. И возможно оно станет частью нашей вообще всей летней истории парка. Ночь музеев в Ярославле пройдет в ближайшие выходные. Суббота на воскресенье. Хотя уже днем можно посетить экспозиции. Они будут бесплатными. Наталья Антонова, Георгий Иванов. День событий.